МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С основными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Мастер-класс по самоуправлению. Депутаты госсовета в гостях у общественного совета села Шигарданы. Тотальный диктант на пять. Кто самый грамотный в Чувашии? Обед по отпечатку пальцев. Инновационные технологии в сельских школах. Из душных кабинетов в поля. Сегодня республиканские парламентарии, обычно занятые законотворческой деятельностью, посетили Батаревский район. Телеши Гарданы прошло выездное заседание комитета Государственного совета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Батаревский район – отличный пример того, как нужно брать власть в свои руки, уверены в республиканском парламенте. Значение слова «самоуправление» здесь поняли буквально и засучили рукава. Сегодня в сфере благоустройства населенных пунктов, организации школьного образования, батаревцам нет равных. Так техническому оснащению сельских школ района могут позавидовать многие чебоксарские школы. Современный лингофонный кабинет, школьное столовое, стоматологическое оборудование на столичном уровне. Главы муниципалитетов республики часто жалуются. 131-й федеральный закон о местном самоуправлении предписывает, например, обеспечивать уличное освещение, а на вопрос, где взять деньги на лампочке, ответа не дает. В селе Шигарданы решили не ждать милости от законодательства и районного бюджета, а просто объединились в Народный общественный совет. Чтобы создать людям хорошие условия жизни, комфортные условия жизни в селе, а администрация сельского поселения со своей командой, там 3-4 человека, все исполняют, то есть реализовать требования 131-го федерального закона невозможно. Практически невозможно это, потому что я на своем опыте это знаю. Авторитетные жители с каждой улицы не ждут дядю, который решит их проблемы, а берут дело в свои руки. В добровольных общественных помощниках поселковой администрации числятся почти 150 человек. Это не только умы и рабочие руки, но зачастую и финансовые ресурсы. Авторитетные, уважаемые люди, которые могут влиять на соседей, на население, которые могут, скажем так, правильно направлять, правильно требовать, и их мнениями считаются остальные жители. Общественный совет решает многие проблемы села, в плане благоустройства, в плане разрешения разных спорных моментов. Поделились батаревцы и своим опытом ведения торговли. В пику федеральным сетям в Шагарданах открылся магазин, в котором невозможно купить ни алкоголь, ни табачную продукцию. Да никто и не пытается. За такой социально ответственный бизнес местные жители голосуют рублем. Все направления сегодня, которые обсуждаются и в рамках реформирования местного самоправления, они представлены в лучшем свете в данном районе. И сегодня батаревский район по многим направлениям является лидером Чувашской республики. И сегодня мне, конечно, хотелось бы воочию вместе с депутатским корпусом посмотреть на все это. Я думаю, что мы обменяемся опытом. И эта поездка, однозначно, я уверен, она не пройдет бесследно. От капитанов и майоров до полковников и генералов. Они собираются вместе только по особо важным случаям. Сегодня в Чебоксарах поздравляли ветеранов внутренних дел и внутренних войск. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Слово Дмитрию Ковалеву. Теперь они принимают поздравления два раза в год. В ноябре, когда отмечается День полиции, и 17 апреля. Эта дата была учреждена в 2011-м. Отныне в России появилась новая традиция. В честь ветеранов МВД каждый год устраивают торжественные мероприятия. Только в Чебоксарах, в зале Дворца культуры имени Хузангая, по нашим скромным подсчетам, собрались около 300 офицеров в запасе. А по официальным данным, в стране сейчас проживает более 600 тысяч ветеранов внутренних дел. Они уже на пенсии, хотя в этой службе бывших сотрудников не бывает. Благодаря их опыту и сегодня раскрываются самые запутанные преступления. На их плечи возложена и пропаганда правопорядка. Часто они встречаются с подростками и будущими полицейскими. Одним словом, продолжают приносить пользу обществу, несмотря на преклонные годы. Об этом в своих выступлениях говорили все почетные гости. Поздравил с профессиональным праздником ветеранов и глава республики Михаил Игнатьев. За свою 30-летнюю историю Республиканский совет ветеранов стал мощной организацией, которая объединяет более 6,5 тысяч человек и сотрудников, которые добросовестно служили и обеспечивали безопасность жителей и безопасность экономики. Выражаю вам глубокую и признательность за то, что добросовестно несли и продолжаете нести свою нелегкую службу, охраняя мир и спокойствие граждан, поддерживая стабильность в республике. Конечно же, сегодня вспоминали и об их заслугах. Многие из приглашенных на торжественное собрание участвовали в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе, а также ликвидировали последствия катастрофы в Чернобыле. Традиционная на таких мероприятиях церемония награждения растянулась более чем на полчаса. Ветеранам вручали благодарности, памятные подарки и даже ордена. Георгий Фадеев один из тех, кто сегодня получил заслуженные награды из рук главы региона. Он работал не только в милиции, но и в системе МЧС. Его трудовой стаж до ухода в запас превышает 30 лет. На его счету не одна сотня спасенных жизней. Работа несчастным внутренним делом – это значит много положительного. Потому что, во-первых, самому надо быть примером. Если ты встал на этот путь, если ты борешься с преступностью, если ты любым нарушителем, работая в пожарной охране, значит, здесь спасая людей, вот это тушить, это надо непременно и силой, и должно быть порядочным, примерно. И от этой традиции не откажутся никогда. В честь ветеранов внутренних дел эстрадные коллективы исполняли патриотические песни. Торжественное мероприятие завершилось грандиозным концертом. Медриковалев и Николай Яковлев. Республика. Сегодня в Москве прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства 3 часа 56 минут отвечал на вопросы жителей России. В гостином дворе был и представитель нашей республики Валерий Тургай, народный поэт Чуваших, доверенное лицо Путина и учредитель регионального отделения Общероссийского народного фронта. Своими впечатлениями он поделился с нами по телефону. Пресс-конференция прошла на самом высоком уровне. Что касается вопросов, конечно, не всем могли задать свои вопросы, но позавчера мы собрались по секциям, и я там озвучил свой вопрос. Когда и как будет решена судьба Чебоксарского водохранилища? Поскольку этот вопрос волнует очень многих и никак до сих пор не решается, вот именно на эту проблему я хотел привлечь внимание главы нашего государства. Здесь, кроме меня, есть представители национальных республик, Карачаево-Черкесии, Чечни и Кабардино-Балкария. Я очень доволен этой встречей, этим мероприятием огромного исторического значения. Изменить нельзя оставить. Где тут нужна запятая? Сегодня на своем заседании решало городское собрание депутатов. В повестке дня означался вопрос о переводе участка с долгостроем по улице Энгельса из одной функциональной зоны в другую. О том, что это означает для города, смотрите в нашем сюжете. Значительная часть повестки дня в этот раз касалась изменений в документах. Хотя подобные вопросы для простых горожан малозначимы, однако иногда даже небольшое изменение в документе может привести к серьезным последствиям в реальной жизни. Так, один из вопросов участок по улице Энгельса. Застройщик обещал построить там одно, а в проекте, судя по всему, совсем другое. Они брали земельный участок под строительство многоуровневых парковок подземных и офисных помещений. Все. Затем они вышли на нашу комиссию с просьбой перевести сначала в многоэтажное строительство, на что мы им ответили, извините, так делать нельзя, потому что мы тем самым можем создать очень нехороший прецедент в городе, когда люди, вводя в заблуждение, будут брать под какую-нибудь благую цель, которая городу очень нужна, а затем построят там какой-нибудь жилой дом. Но и самое главное, мы здесь нарушаем законодательство, потому что для строительства жилого дома все земельные участки должны предоставляться только с аукциона. Поняв, что в требуемую функциональную зону участок не переведут, застройщик решил поступить следующим образом. Перевести землю в зону деловой активности. Такой вариант народные избранники тоже не поддержали, ведь строительство жилья в зоне с таким названием закону не противоречит. Решение отправили на доработку. На следующий пункт повестки дня вопросов и нареканий не вызвал ни у кого. Речь о продолжении участия Чебоксар в проекте «Здоровые города». Базовым принципом работы в рамках данного проекта является учет вопросов здоровья во всех городских стратегиях. В этом проекте участвуют все структурные подразделения. Таким образом, вступление города в шестую фазу проекта «Здоровые города» позволит и дальше продолжить свою деятельность для достижения важной цели здоровья и благополучия наших горожан. Это решение поддержали единогласно. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика. Расставить знаки припинания в предложение, разобраться с орфографией в тексте для них проще простого. Это отличники, победители тотального диктанта. Кто самый грамотный в Чувашии, вы узнаете из следующего репортажа. В Чувашском государственном университете подвели итоги тотального диктанта. Написать работу на «Отлично» смогли только двое. Но в шаге от победы остановились многие участники акции. 11-летняя Анна Анисимова тоже была близка к победе, совершив четыре ошибки. По сравнению с результатами прошлого года грамотность возросла. Но без ошибок все же не обошлось. В основном, конечно, ошибки все были пунктационные, связанные с постановкой знаков припинания. И, как уже отмечалось, что действительно много было в ряде новых знаков припинания, постановка тире, двоеточие, запятых, что определяет и характеризует авторский замысел. Поэтому к диктанту мы всегда призываем относиться как к особой интеллектуальной языковой игре. И ваше участие, ваша победа в этой акции – это уже победа для всех нас и для организаторов, и для участников. Перед оглашением результатов волновались все – и участники, и проверяющие. Отличники «Тотального диктанта» за прекрасные результаты получили сертификаты и ценные подарки. Они признаются – получить пятерку они даже и не надеялись. Когда мне позвонили, я очень сильно обрадовалась. Я сразу же сообщила своей учительнице. Когда я пришла в школу, все уже знали, все меня поздравляли. Это было действительно очень приятно. Узнать, понять то, что все подготовления, все, что я делаю, это не было бесцельным. Написать «Тотальный диктант» на пять – задача сложная, но, как показывает практика, вполне возможная. Чтобы пополнить ряды отличников в следующем году, необходимо начать подготовку прямо сейчас. Евгения Егорова, Антон Вовк, Республика. Хороший результат «Тотального диктанта» повышает самооценку и приносит моральное удовлетворение. А вот успехи во всероссийских олимпиадах дают возможность поступить в престижный вуз. На самой макушке Воробьевых гор оказались школьники из Чувашии. Сразу 25 учеников школ нашей республики заняли призовые места в многопредметной олимпиаде «Покори, Воробьевы, горы». Дипломы первой степени старшеклассники взяли по физике и истории, второй степени по математике, физике и обществознанию, ну а третьей степени по математике, физике и английскому языку. Кстати, из 25 победителей 11 учатся в 44-м Чебоксарском лицее. Теперь перед призерами открыты двери МГУ имени Ломоносова или любого другого вуза страны. В этом году очный этап олимпиады впервые прошел в столице Чувашии. Поучаствовать приехали более ста человек из семи регионов Приволжского федерального округа. К другим темам. Чтобы оказаться в гуще событий киноиндустрии, чебоксарцам не обязательно ехать в Канны. С 19 по 24 мая в столице Чувашии пройдет седьмой международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Программный директор мероприятия, киновед Сергей Лаврентьев, рассказал моим коллегам, чем фестиваль порадует кинолюбителей в этом году. Фильмы, о которых говорят критики, пишет пресса. Некоторые из них уже не раз выходили в свет и успели завоевать признание зарубежных зрителей и награды. В программе Чебоксарского кинофестиваля можно будет с ними познакомиться. Конкурсную программу покажут два раза в дневное время в кинотеатре Сейспель, вечером в кинотеатре Каскад. В этом году исполняется 90 лет Мосфильму и проводятся ретроспективы по всему миру. Здесь у нас тоже будет программа картин Мосфильма. Их там будет шесть получается, две картины детские. Добро пожаловать в сторонний вход в спрещенный сказка царя Салтане. И четыре взрослые. Также будет организована выставка в Музее современного искусства из экспонатов Музея Мосфильма. Плакаты, аутентичные кадры, костюмы. Возможно, там можно будет полюбоваться платьем Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи». На кинофестиваль в Чебоксарах ожидают много именитых гостей. Планируется приезд Александра Панкратова-Черного. Он представит ретроспективу «Мы из джаза». В рамках спецпоказов председатель жюри прошлогоднего кинофестиваля Татьяна Яковенко представит свою картину «Упакованная», в которой она сыграла роль. На фестивале можно будет посмотреть картину Алексея Германа «Трудно быть богом». В этом году будет одно очень важное новшество, которое заключается в том, что, пожалуй, впервые вот это название официальное фестиваль будет подкреплено конкретным содержанием. То есть в этом году у нас будет два конкурса. Один конкурс – обычный большой конкурс. И второй конкурс – фильмов, которые сделаны на национальных киностудиях. То есть фильмов, которые представляют малые народы России. В большом конкурсе примут участие 12 картин. Председателем жюри будет выдающийся кинорежиссер Глеб Панфилов. Он приедет в Чебоксары со своей супругой, великой актрисой Инной Чуриковой. Во втором конкурсе будут представлены татарские, башкирские, якутские, хакасские картины. Одна лента даже из Македонии. Эти фильмы также будет оценивать жюри. Их команду возглавит классик киноведения Елена Стишова. Возможно, в программу кинофестиваля включат картины, снятые в Чувашии. Сейчас с ними знакомятся организаторы. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. В Чувашии завершено расследование громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего полицейского. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели четырех человек, в том числе пятимесячного ребенка. Страшная трагедия произошла 16 декабря 2013 года на автодороге между деревнями Асхва и Большие Бехшики в Канажском районе. Обвиняемый за рулем Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Приора. В лобовом столкновении сразу погибли водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров. Мама малолетнего ребенка скончалась позже в больнице. К тому же у нее осталось еще трое маленьких детей. В салоне иномарки вместе с бывшим полицейским находился его двухлетний сын. Оба они получили травмы. По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и раньше неоднократно нарушал скоростной режим. После выхода с больничного обвиняемого уволили из правоохранительных органов. Свою вину он признал полностью. На данный момент следователями собрано доказательство. Уголовное дело на бывшего полицейского будет передано в суд. Следовательно, в настоящее время собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в суд для рассмотрения по существу бывшему старшему участковому полномочного полиции отдела МВД России по Канарскому району предъявлено обвинение в нарушении состояния алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему может сгрозить до девяти лет лишения свободы. На майские праздники в Чувашии пройдет более двух тысяч культурно-массовых мероприятий. Об обеспечении безопасности сегодня говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Чувашской республике. Его провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Более двухсот тысяч жителей республики примут участие в праздничных мероприятиях. Для обеспечения безопасности граждан все силовые структуры в период майских праздников будут работать в режиме повышенной готовности. Участники заседания отметили, что на территории Чувашии наложено эффективное взаимодействие всех ведомств. Оперативная обстановка контролируемая. Нарушение функционирования критически важных объектов не зафиксировано. Обсудили также порядок взаимодействия оперативного штаба с операторами мобильной и стационарной связи при угрозе совершения теракта и при объявлении режима контртеррористической операции. Голова Чувашии Михаил Игнатьев выразил уверенность, что майские праздники будут проведены на достойном уровне. Чебоксары перенимают западные технологии по переработке мусора. На Пехтулинском полигоне запустили шредер, который измельчает отходы, в том числе и металл. Это устройство по функциональности заменяет несколько перерабатывающих машин. Железные ножи измельчают и перерабатывают. Из крупногабаритных отходов на выходе получаются практически щепки. Технология такой переработки твердых бытовых отходов в Финляндии используется уже порядка 20 лет. Если заранее отсортировать мусор, можно использовать измельченную массу для вторичного производства или получить альтернативное топливо. Опыт использования переработанных отходов в Чебоксарах пока невелик. Однако планы на будущее в этом вопросе уже поставлены. Как эти переработанные отходы можно использовать? Действительно, сейчас они этот отход используют на дорогу. Где дорога, которую машины, мусоровозы именно на свалку заезжают. Следующий этап у нас должен быть переработка мусора, строительного мусора, строительных отходов. А эти отходы мы действительно будем планировать на частный сектор, асфальтировка частного сектора. Пока же такая машина у нас одна. Средняя скорость утилизации мусора 25-30 тонн в час. Но чтобы переработать ею весь этот полигон, по словам финских специалистов, потребуется немало времени. В России такая техника уже работает. 10 регионов центральной части России уже закупили такие шреддеры. Оксана Замятина, Николай Яковлев, Республика. В районах Республики началась посевная. Одними из первых приступили к весенним работам хозяйства Яльчикского района. На зимующих культурах и на картофельных полях минеральные удобрения внесены на площади более 5000 гектаров, что составляет 93% от плана. Вышли на поля и крестьяне Вурнарского района. А сегодня, сообщает Ментельхоз Республики, хозяйство Батаревского и Парецкого районов приступили к севу яровых и зерновых культур. Многотысячный штраф или даже лишение свободы может грозить тем, кто в ближайшее время решит порыбачить. В Чувашии в связи с весенним нерестом ввели запрет рыболовства. До 10 июня рыбачить можно только одной поплавочной или донной удочкой. Остальные средства под строгим запретом. Место для рыбалки тоже нужно выбирать внимательно. Ловить можно с берега, вне мест нереста, то есть ни на мелководье, затонах и в устьях малых рек. В отличие от любительского, промышленное рыболовство запрещено полностью до 15 июня. Затем, как соблюдается закон, будут следить правоохранители совместно с представителями Росрыбнадзора. Количество рейдов по рекам уже увеличили. Для тех, кого поймают на незаконной ловле, рыбалка может обойтись дорого. Сумма штрафа от 1000 рублей для граждан и от 100 тысяч для юридических лиц. Если деяние посчитают уголовно наказуемым, можно лишиться свободы на срок до двух лет. Готов к труду и обороне под таким девизом прошел спортивный фестиваль в парке 500-летия города Чебоксары. Выразить свою активную позицию изъявили желание более 100 человек. Подробнее о том, как проходил фестиваль, смотрите в нашем следующем репортаже. Руслан Моисеев, несмотря на молодой возраст, называет себя спортсменом со стажем. Любимый вид спорта – хоккей. Он считает, что физкультура нужна всем. Это не только здоровье, но и удовольствие. Я советую заниматься спортом всем, без исключения. Ходить в бассейны, посещать культурно-спортивные мероприятия, ну и вести здоровый образ жизни. Руслан, как и те, кто пришел в парк, поддерживает идеи возрождения комплекса ГТО. С 1 сентября 2014 года он будет введен в России. Данный проект создан с целью физического воспитания и укрепления здоровья. На нашем фестивале сегодня участвуют более 46 команд, более 100 участников, и они будут выполнять в тестовом режиме упражнения нормативы комплекса ГТО, предполагаемого, которые будут утверждаться. Что они будут делать? Значит, бег на 60 метров, метание граната на дальность, пристильную с места, сборка-разборка автомата тоже включили, отжимание от пола, подятие гири, стрельба из пневматической винтовки. Всего в программу фестиваля было включено 10 спортивных дисциплин. Участниками мероприятия стали как любители, так и спортсмены со стажем. Казалось, поддержать спортивную акцию решила даже погода. К началу соревнований из-за туч выглянуло солнце. По окончанию фестиваля участникам были вручены сертификаты, а победителей наградили значками ГТО. В школах Чувашии сейчас реализуется программа по безналичному расчету за обеды. В Урнарах внедряют технологии, которых еще нет нигде в Чувашии. О том, как школьники поселка теперь расплачиваются за питание, смотрите далее. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. До встречи. Чем и как часто питаются дети во время перемен, от их родителей теперь точно не скроешь. Столовые в школах поселка Вурнары оборудовали современными терминалами. Ученикам больше не нужно пересчитывать денежные купюры. Обеды они оплачивают, просто приложив пальцы к вот такому датчику. Устройство сканирует отпечатки и через считанные секунды выбивает чек. Преимущество этого ноу-хау в школе уже успели оценить. Ученицы восьмого класса говорят, что раньше приходилось долго стоять в очередях. Сейчас детей обслуживают намного быстрее. Ты даешь сразу талон и уходишь. И не нужно ждать, пока ты разводишься, пока тебе посчитают, пока ты тут сдадешь. Тебе дают пользу, и ты сразу уходишь. Главное, наши дети сыты. И количество питающихся, если они раньше питались только один раз, на данный момент они уже могут тебе позволить два раза, три раза, если позволяют деньги, если родители вложили определенную сумму. Инновационные технологии в школах поселка только начали приживаться. Причем таких терминалов нет больше нигде в России. Пока это пилотный проект. Его реализует Чувашское отделение Сбербанка. В еще 15 учебных заведениях были установлены устройства, которые списывают деньги с обычных карт. Практически 11 тысяч детей и преподавателей пользуются школьным питанием с использованием либо банковских карт, либо как в Урнарской среднеобразовательной школе номер один, с использованием идентификаторов, биометрических, скажем так, показаний с пальцев. Мы считаем, что на первом месте должно быть удобство. И если родителям или деткам удобно рассчитываться с помощью карты, конечно же, мы такую возможность тоже предоставляем. Просто на наш взгляд, как я уже сказал, важно показать возможности. Еще одно преимущество таких терминалов – безопасность. За обед в столовой могут расплатиться только те, у кого были отсканированы отпечатки пальцев. Эту процедуру проходят все школьники и преподаватели. Рисунок отпечатка зашифровывается в двоичный код. Так что непосредственно фото отпечатки пальца не хранятся в базе и не могут быть использованы в других целях. Зато родители учеников будут уверены точно, что их ребенок не голоден и не потратил деньги на чипсы и газировку. Об этом им приходят соответствующие СМС-сообщения. Не болит голова о том, что надо дать деньги, которые не секрет, могут и отнять, и потратить на другие нужды. Подобные устройства для сканирования отпечатков в ближайшее время появятся в школах Канаша, Алатария, Ядрина. Но перспективы куда глобальнее. В Чувашском отделении Сбербанка планируют запустить этот проект на территории всей республики. Возможно, что опыт региона будет полезен и всей стране. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Субтитры создавал DimaTorzok